привет с вами по-прежнему арталаски из этого видео я хочу начать целую серию можно даже сказать целый большущий плейлист в котором буду делать обзоры на различные интересные качественные asset из unity asset store и начать этот цикл я хотел бы с очень интересного asset там а можно даже сказать полноценного движка для создания хоррора от первого лица с элементами шутера хотя по сути как бы это даже и целый шутера но по большей части это все-таки ужастик найти этот asset вы можете как на официальный сайт разработчика и купить его прямо с сайта по цене всего лишь 35 евро конечно же можете попробовать также и демо версию этого пакета что я вам настоятельно рекомендую но естественно посмотреть трейлер всего этого движка а к слову на asset story он стоит 40 долларов что примерно столько же но я все-таки рекомендую покупать напрямую у разработчика хорошо давайте наконец посмотрим что он из себя представляет и конечно же для начала мы запустим демо проекты которые у нас находятся по такому скажем адресу и включим для начала майн меню видим здесь что у нас уже есть готовое игровое меню что касается менюшки на здесь уже настроено меню опций и должен сказать что сделано все достаточно просто минималистично но в то же время все достаточно приятно есть система сохранения и загрузки игры сейчас пока у нас сохранений никаких нет поэтому здесь естественно пусто но давайте конечно же начнем а начнем пожалуй шоу кейса то есть чтобы посмотреть вообще какие здесь есть возможности и мы видим загрузочный экран уже его не видим мы должны удерживать кнопку и и тянуть мышку вперед либо назад довольно интересная система на самом деле необычная так есть деле которые у нас не открываются есть обычная дверь которая открывается по нажатию клавиши и есть дверь который нужен ключ окей фонарик за батарейками но это уже в принципе классика а включается на клавишу f так помимо того что можем подбирать предметы мы их можем также изучать и вот так вот удерживая кнопку мыши можем их крутить разные стороны так давайте пожалуй немножко отдалим чтобы помещалось тут все вот так и нам показывает что это легкая зажигалка окей кладем ее обратно но мы ее можем также еще и использовать то есть по сути мы его подобрали окей зачем-то подобрали свечку и и рюкзак хорошо инвентарь у нас открывается на клавишу tab и здесь в принципе достаточно приятный инвентарь с нужными нам функциями можем что-либо выкинуть либо скомбинировать и пожалуй такой простой крафт почему бы и нет и вот так вот интересная комбинация но не в том плане что пипец как интересно в общем мы можем использовать эту свечку вместо фонаря тоже достаточно интересно в принципе я изучаю каждый из вот этих вот предметов можно построить достаточно интересный такой детективный геймплей ну или какой обычно делают в шутерах точнее в хоррорах от первого лица каждого предмета можно задать свой свое название свое описание и опять же на этом можно строить геймплей или также мы здесь видим иконку сколько у нас батареек осталось еще в фонарике конечно все это легко настраивается но сейчас гораздо интереснее а посмотреть что уже готово в этом движке чтобы иметь представление о том что нам еще останется сделать а чтобы получилось так сказать готовая игра я так понимаю у нас есть шприц и лекарства и возможно а лекарства у нас нельзя комбинировать это понимаешь а нет его можно комбинировать и теперь нас получается лечащий шприц интересно что было бы если мы заправили его маслом конечно же записочки куда же без них я не хотел это делать прости ложь вообще наверное людям с очень богатой фантазии играть форроры запрещено хотя помню мы проходили квест реальности тоже который был кстати ужастиком причем не один квест их было силах трое не знаю каким образом у друзей получилось меня тут затащить но конечно впечатления остались большие что же захотелось сделать свой хоррор по этим мотивам но тем не менее здесь уже есть готовые лампочки которые даже еще и светят после сначала думал это путин в принципе я кажется запомнил так нет не запомнил так теперь все правильно как всегда сохранимся в каждой комнате то что я прям оп и чую что сейчас что-то будет твою мать всего лишь мышка здесь вроде ничего не происходит а кто то есть так у меня нет места в инвентаре классно для самого важного и как раз таки нету так нам придется что-то выкинуть конечно я люблю бананы но жизнь я люблю больше так ну здесь принципе по классике у нас выбирается пистолет на клавишу 1 и где-то здесь должна быть эта тварь твою мать это было страшно вот она пошел отсюда надеюсь он там был один ну что ж как бы скримеры есть аишка есть и давайте все таки посмотрим чуть более подробно а нашу аишку нашу зомбяшку а для этого мы выйдем в мое меню и загрузим одну из игр так здесь даже есть несколько сохранений что уже радует ваш система сохранения это достаточно редкая роскошь а васят их по крайней мере в таких вот движках здорово а 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 чем-то напоминает пилу даже а но тут уже поинтереснее решение я так включается по очереди есть там никого нету странно я подобрал ящик но он куда-то у меня улетел он испарился нам походу глубоко а видимо не очень но ну ладно кажется в той части не было у нас лазанья по лестницам ну в этой она уже есть так покрутили вентили и кажется мы сейчас там теперь что-то сможем найти давайте посмотрим ай никогда не умел слезать с лестниц 7921 это может пригодиться мне же что это нельзя взять с собой что память у меня как у рыбки в такие моменты что там было 7 9 2 1 7 9 и 2 1 не обижайте меня мне и так страшно у меня уже нет места но я же не подбирал рюкзаки конечно ладно по крайней мере у меня есть фонарик жалеем не могу бить так ну давай выскакивай я знаю ты здесь есть серьезно вот прям вот вообще ничего ну ладно вроде ничего такого не происходит а все равно что-то неприятненько мне так спокойней как начать создание своей игры на этом масте здесь также все прекрасно показано а не обращайте внимание что здесь все на английском в принципе все что вам нужно будет здесь смотреть это вот такие вот строки и собственной картинки что касается вот этих простых сцен но я возможно открою не открою для кого-либо секрет открываем любой переводчик онлайн пусть даже тот же google и вставляем сюда фразу также если кажется совсем придавым любой перевод просто нажимаете еще раз и и возможно какой-либо из вариантов вам станет более понятный вообще сам движок внутри себя уже содержит достаточно немалое количество готовых префабов что в принципе уже успели наверняка заметить вот то есть уже чисто из того контента что есть тут можно собрать готовую тестовую игрушку чтобы чисто разобраться с движком ну и в принципе более менее привыкнуть к юнити если вы а только недавно ее скачали то есть этот асет вам в принципе предлагает уже готовый движок игры со всеми необходимыми функциями хоррора то есть здесь есть и триггеры и даже есть настроенный более менее умный искусственный интеллект врагов есть шутерная основа причем достаточно неплохая поэтому я считаю что те же 40 долларов это по ныне по нынешнему курсу где-то две с половиной тысячи рублей это цена себя полностью оправдывает к тому же стоит учитывать что данный асет вы сможете использовать не в одном своем проекте а не в одном своем проекте а практически во всех играх данного жанра то есть будь то ужастик или шутер а в принципе у вас здесь уже готово абсолютно все конкретно по настройке здесь есть отличная документация с кучей скринов и достаточно хорошим пояснением и что самое главное без воды то есть четкая инструкция а взял поставил сделал это очень важно особенно для новичков которые опять же юнити еще достаточно плохо ориентируются но хотят сделать уже что-то интересное поэтому однозначно советую к покупке ну а если это видео вам понравилось то подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк а также не забывайте посещать мой сайт и паблик вконтакте чтобы следить за самыми свежими новостями данного канала ну а с вами был арталаски пока а